Генеральная прокуратура на этой неделе представила предварительные данные о ходе расследования январских беспорядков. Следователи уточнили количество задержанных лиц и рассказали новые детали кровавых событий. Оказалось, что есть претензии к сотрудникам местных департаментов КНБ и полиции. По данным прокурора, в двух областях стражи порядка сдали свои здания радикалам без боя. И преступники завладели огромным количеством оружия. Есть и конкретные цифры. Было украдено больше полутора тысяч единиц оружия и боеприпасов. Еще 1629 они похитили из оружейных магазинов. При этом найти удалось пока только 967 пистолетов, ружей, автоматов и прочего. Еще свыше 2000 находятся в розыске. Прокомментировали в Генпрокуратуре и жалобы о пытках. Всего в ведомство поступило 250 обращений и заведено 133 уголовных дела по фактам смерти, пыток, превышения власти в отношении задержанных. Ни одно заявление, заверили в надзорном органе, не останется без рассмотрения. В отдельных случаях нарушения прав граждан находят свое подтверждение. К примеру, 12 января текущего года прокуратурой Алматы освобождено 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей. По данному факту спецпрокурорам ведется следствие. Всего из изоляторов временного содержания прокурорами освобождено 96 человек, так как отсутствовали основания для задержания. Кроме того, изменена мера пресечения содержания под стражей на иную в отношении 92 лиц, в действиях которых отсутствовали отягчающие обстоятельства. Однако освобождение из СИЗО еще не означает непричастность. Адвокаты заявляют, что степень виновности таких лиц определит суд. Болжан Апсиитов с последними данными. Расследование трагического января. С момента январских событий прошел уже месяц. Все это время в стране шла антитеррористическая операция. Сейчас сняты все ограничения. Но силовики продолжают тщательно осматривать районы и искать в городах и пригородах оружие, патроны и боеприпасы, которые были похищены радикалами. Чуть ли не ежедневно находят тайники в самых неожиданных местах. Арсенал довольно разнообразный. И сказать точно, какое количество оружия еще припрятали радикалы, до сих пор крайне сложно. Очевидно одно, к погромам, захвату и поджогам госучреждений готовились долго. И самое главное, тщательно, не упуская ни единой детали. Уже известно, что заведено почти 3000 уголовных дел. По подозрению в организации и участии в массовых беспорядках и совершении терактов арестованы 467 человек. У многих изъяли резиновые дубинки, арматуру, пистолеты, автоматы, бронежилеты и каски. Накануне полицейские вскрыли еще один тайник. Нашли влагу в так называемой пещерке. Подготовлены были бутылки с зажигательной смесью. Они еще не были использованы. Подготовлено было автоматическое оружие огнестрельное. Скорее всего, это так называемые заготовки на случай какого-то развития событий. Эта акция была очень тщательно спланирована. Это не сделанная из бухты-барахта, абы-кабы нет ни в коем случае. Даже больше, скажу, возможно, ее спланировали и нарисовали на бумаге. Роли были четко распределены. Речь идет о хорошей координации сил своих. Этот огромный арсенал сейчас тщательно изучают специалисты, проводят экспертизы, а также анализируют расположение других таких тайников в Алматы и области. Уже ясно, что это еще одно доказательство того, что события трагического января были тщательно спланированы. Общественники и депутаты, в свою очередь, отмечают, не все подозреваемые могут иметь отношение к убийствам или погромам. А значит, таким не место в СИЗО. Считаем нужным со стороны государства проявить гуманизм по отношению к молодежи, оступившейся и поддавшейся на провокации. Считаем, что арестованных ребят, не имеющих отношения к убийствам или погромам, нужно выпустить из изоляторов, при необходимости, под подписку о невыезде, а под опустившим незначительные нарушения, целесообразнее прекратить уголовные дела и отпустить домой под ответственность родителей. Кто на самом деле участвовал в погромах и убийствах, а кто попал под раздачу, правозащитники сейчас в частности, изучает каждый случай. В гемпрокуратуру уже поступило 250 жалоб о задержанных по трагическому январю. Кто-то жалуется на отсутствие медицинской помощи, у других нет связи с адвокатами. Есть и те, кто утверждает, что в отношении них применили силу. Он приставил ко мне к лицу, вот так вот дуло автоматы. 17-летний Артур Кужиньязов из АТРАУ утром 7 января отправился в аптеку. К нему подошли полицейские. Посмотрели документы, а потом еще потребовали показать телефон. Артур отказался. Его сразу доставили в участок. Через несколько часов на поиски сына отправился отец. Серик Кужиньязов нашел своего ребенка, но уже в больнице с ушибом грудной клетки. А потом началось самое интересное. Руководство местного департамента полиции отказалось принимать заявление об избиениях. Давайте договоримся на месте о компенсации, чтобы получили вы денежное вознаграждение. И на этом все забудем. Но при этом начал добавлять, чтобы у меня или у сына никаких проблем в дальнейшем не было. Но если мы будем идти до конца, то возможно у нас будут кое-какие проблемы. А возможно даже то, что дело может приостановиться. Правозащитники сейчас добиваются, чтобы был тщательно расследован каждый такой случай. Все виновные в превышении полномочий должны понести наказание. Но главное должно быть точно установлено, кто стоит за каждой январьской смертью. Для нас очень важно, чтобы соответствующее уголовное дело, которое возбуждено, оно продолжалось. И, соответственно, люди получали обратную связь. Потому что уже, допустим, определенные опасения со стороны родственников тоже звучат, что там, допустим, один специалист или представитель, кто-то сказал, ну вы ничего не добьетесь, это бесполезно. И, конечно, в этом плане здесь возможно и могут и не найти персональных людей, которые подняли оружие и лишили жизни их близких. Но здесь важно стратегически понимать все-таки, кто это были. Потому что общество волнует вопрос, были ли это представители правоохранительных органов, или все-таки это были участники массовых беспорядков, которые, в принципе, были способны и могли поднять оружие. Но какие это участники, тоже вопрос. Юристам из общественной комиссии Аманат удается освобождать из-под стражи тех, кто, возможно, не имел отношения к кровавым событиям. В комиссии заявляют, что за три недели под подписку отпустили уже 85 человек. Почти всем изменили меру пресечения. Но виноваты они или нет, решит суд. Среди них 11-12 несовершеннолетних, двое женщин. На сегодняшний день, значит, по последним данным, под стражей находятся около 800 человек по Казахстану. Мы были, значит, в городах Алматы, Талдыкурган, Тарас, Шемкент. Также наш представитель работает, до сих пор работает в городах Семей и Ускаменогорск. В основном арестованные, задержанные. Больше много это в город Алматы. При этом прокуроры гарантируют, что против всех, кто сейчас находится в следственных изоляторах, есть неопровержимые улики. Ответственно заявляем, что в следственных изоляторах случайных лиц нет. Под стражу заключены только те, в отношении которых есть серьезные улики, совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Пока одних выпускают из СИЗО, других туда наоборот отправляют. На неделе был официально арестован бывший зампредседателя КМБ Даулет Ергожин. Вместе с ним за решеткой сейчас и другой зампред, начальник службы специального назначения Ануар Садыкулов. Также и экс-председатель Карим Масимов. Их подозревают в госизмене, попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий. Но вопросы у следствия есть и к сотрудникам местных департаментов КНБ, а еще к полицейским, которые свои здания сдали без сбоя. К сожалению, имели место и такие факты, когда, вопреки интересам государственной и общественной безопасности, сотрудники, не оказав сопротивления, оставили здания департаментов полиции Алматинской и Жамбульской областей, где находилось оружие и боеприпасы. В руки погромщиков попал огромный арсенал, более полутора тысяч единиц. Весь числе гранаты, пулеметы, автоматы, пистолеты и гранаты. И это не считая похищенного оружия из охотничьих магазинов. Найдено лишь 967 единиц. Остальное оружие до сих пор на руках. Вооруженные, в том числе этим украденным оружием, боевики разгуливали по центральным улицам, громили административные здания, стреляли в силовиков и случайных прохожих, а еще похищали людей. Следствие установило, что группировка криминального авторитета Армана Джумагильдиева по прозвищу «Дикий Арман» захватила 24 мирных жителя. Один из них после жестокого избиения скончался. Самого 37-летнего Джумагильдиева задержали в гостинице с целым боевым арсеналом. «Дикого» отправили в изолятор, а слухи о его возможном исчезновении опровергли. В социальных сетях и мессенджерах распространяются различные домыслы и ложные информации. Якобы Джумагильдиева отпустили или вывезли в неизвестном направлении. Официально сообщаю, если вначале этот гражданин был задержан полицией за незаконное хранение огнестерильного оружия, то сейчас проходит и по делу о массовых беспорядках. Поэтому два дела соединены и переданы для дальнейшего производства нам, специальным прокурорам. Мы его перевели в следственный изолятор КНБ, там он и содержится. Политолог Даниэр Ашимбаев считает, в массовых беспорядках были задействованы хорошо подготовленные бандиты. К такому выводу эксперт пришел после того, как увидел, насколько слаженно они работали и то, как четко их координировали при отсутствии интернет-связи. Он уверен, к январским событиям готовились не меньше двух месяцев. Там не было ни пенсионеров, ни многодетных матерей, ни так называемых традиционных оппозиционеров. Это были хорошо организованные вооруженные группы, которые координировали свои действия, двигались по конкретным целям, вступали в бои с полицией, нападали на воинские части, на оружейные магазины. Это была конкретная попытка государственного переворота. Ашимбаев считает, в страну террористы пребывали небольшими группами и до начала беспорядков, вероятно, жили на съемных квартирах на окраинах Алматы. Политолог уверен, что толпой управляло около тысячи человек. Высказался эксперт и по поводу пыток в отношении задержанных, о которых сейчас заявляют. Я не верю в компанию, развернув эту компанию по массовым пыткам. Я думаю, где-то были отдельные элементы перегиба при задержании, допустим, при допросах. Как бы уголовные дела по этому поводу возбуждены, проверка идет. Вот, ну, немало фактов уже не подвержено. Среди задержанных есть и приверженцы деструктивных религиозных течений. Всего арестовано 35 экстремистов, 18 членов организованных преступных групп. 21 человек ранее был судим. На этой неделе сотрудники КМБ обезвредили ОПГ казахстанских, которые тоже имели отношение к событиям трагического января. У подозреваемых изъяли 15 единиц оружия с боеприпасами. Также силовики заявили, что в беспорядках принимали участие и члены запрещенной в Казахстане организации ДВК КОЩЕ, которые, по версии следствия, пытались оседлать протесты, подстрекая толпу. Главной целью радикалов был насильственный захват власти. Боржамситов, Алмаз Рымбаев, Булат Даулитбаев. Большие новости.